Всех приветствую в игре Pokemon Yellow. В прошлый раз прошли Victory Road, второй был чемпионов, наверное, какой-то аллее чемпионов, что-то подобное. Вот, и я долго думал, как спуститься, и вы помните лестни, к которой не надо было наступать. Вот, похоже, мне сюда нужно, и да, это так и есть. Quartz Spec. Сначала можно подраться. Нет, я лучше Blast OST поставлю первым. И начнется же драка. Три покемона. Чармилен, ну, удачный Blast OST поставил. Как раз должен спокойненько вынести его серфер. Это не третья форма, поэтому мало защиты, мало хп, ну, намного меньше, и поэтому проблем не должно быть. Так, а вот здесь можно сменить лапас. Водяной покемон. Сильный очень. Много защиты, много хп, это самое главное. Я не думаю, что Винозавра вас может убить при равных уровнях, ну, практически равных. Блин, крит, и осталось там один хп, наверное. Очень сложно убить, очень много хп. Если бы, конечно, у Лапаса было... Если бы у него Винозавра было бы все прокачивать полностью, IV и... И травяная атака посильнее, то я бы добил его все-таки. Ну, вот здесь очень сложно сделать. Точнее, я бы сказал, даже нереально сделать. Посмотрим, кто это такой... Не помню, какого он помню, просто нормального типа. Сейчас садки сделаем. И мега древа на счет. Супер. И еще один мега древ. Ой, да... чуть-чуть не хватило. Лич-сид это не токсик, который с каждым ходом усиливается. Это просто отнимает, по-моему, то ли одну 16-ю, то ли одну 12-ю хп каждый ход. И, соответственно, если... И это же хп передает сюда только. Но в том случае, если у вражеского покемона одна 12-я, то это... 40 хп, то... Так... Сначала Пиджиотом. Нет. Сначала Пикачу. Сохраняемся. И... Делаем... Гадости. Сначала просто кину шарик. Да. Нет. Сначала Тандербол завязываю. Тандер Бейд. Молтрос. Потом кину шарик. Пика! Бейд. 50-й Молтрос против. Угу. Он дамажит. Нормально. Так. Где он? Грейд Болт. Да ладно. Не серьезно. Только не говори, что я не могу поймать их до покинули. Лиги. У меня есть вариант как Пиджиота кинуть. Он тоже 50 уровней. И... Типа должен уловиться, да? Нет. Значит не судьба. Значит не судьба. Поймать до покемон лиги. Ну и соответственно поскольку я... Хочу потом еще поймать их. То соответственно здесь я ничего не буду делать. Чтобы он не пропал. Мне придется перезагрузить игру. Значит начнется... Покемон лига. Пойду сейчас закуплюсь по полной. Это будет непросто. У меня уровни небольшие. То есть кто-то сейчас выше чем Пикачу. Это... Мочок. Нет. 39-й. А. Типа я когда загружу новую игру видимо Рафалл спадает. Хорошо. Хорошо. Так. У меня нет этого эскейп-волпа. Благо я уже дошел до Биги и по идее я могу выйти здесь. Да. Я сейчас подумаю. Я сейчас подумаю. Не перезаходить обратно по сто раз. Все эти камушки двигать. Это самое главное. Потому что... Ну там... Проблема получилась, что все проходы, они заново закрыты. То есть как только я вышел на новую, все проходы стали закрыты. Ладно. где мой пиджот. Лети... О. Отлично. Эээ... Пути видимо сохраняются по принципу в котором городе я попал в последнем месте. а не по какому-либо иному. Вылечаемся сейчас и я доберу, или не добирать. Да, я скорее всего доберу покемонов, чтобы их было шесть. То есть из этих соображений они будут у меня как воскрешалки всякие. Нет, нет такого большого количества. Надо было ловить, конечно, таких-нибудь клёвых. Так, глума можно. И вберем. Теперь предметы. Так, 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 так. Рерка индекс 2. Сейчас уязаем. Мастер пол. Положим. И вытаскиваем. Вытаскиваем много всего. Во-первых, макс эфор. Может пригодится. Эфор. Это восстанавливает ппшки. Много всяких речемов. Эликсир. Макс ревайв еще. Все, с этим покончили. Теперь нужен магазин. Вот он, магазин. Купить. Сначала ревайв. Еще пять штучек. Так. И full restore. Полностью. Последние деньги, которые у меня есть, full restore. Ты кто? Ты встречаешь элитную четверку один по один. Если выиграешь, дверь откроется. К следующему тренеру. Удачи. Спасибо. Первый чувак. Водяные покемоны. Здесь мы не будем утрить. И будет у нас Пикачу пиво. Или нет? Нет. Я Пикачу оставлю потом. Мы назад оставим. Все. Сохраняюсь. И в бой. Придется. Добро пожаловать в покемон лигу. Я Лорелей. Элитной четверки. Никто не может быть лучше меня. Что касается ледяных покемонов. Ледяные скиллы очень сильны. И покемоны будут прощены в замороженном состоянии. Короче, ледяные покемоны. Но, в принципе, очень мало этих ледяных. Скорее всего, это будут ледяные все-таки. 54 уровень. Это жесть. И это только первый тренер. Со временем будет их еще больше. Ну, хорошо, что он использовал какой-то рест. Кстати, ну, просто странно, да? То есть, с первого хода используют рест. Когда я еще не удар. По идее, мы сайм скиллы одновременно. И потом, в зависимости от того, у кого скорость быстрее, тот начинает бить с первым. И с первого хода рест, это нечестно. Ну, как бы, зная, что я не убью его. Ну, в принципе, нелогично. Я думаю, в первой версии все-таки было... Четырили, четырили компьютеры. Знали заранее мои ходы. Так. Эти тоже папаются немножко. Ничего страшного. Минус травяного покемона против вот подобных водяных. В том, что у этих водяных покемонов, особенно, ну, ледяных, да? То есть, которые частично могут им являться. У них есть ледяные атаки, соответственно. А ледяные атаки — это одна из нескольких слабостей, которые имеют травяные покемоны. Вот. И, соответственно, обоюдно сильны друг против друга. Что я, что вот эти ледяные покемоны. О, Сломбра. У него хп много. Главное, чтобы не айт гим. Психика. Нормально. Вот. Психика — это хорошо. Да, Сломбра, он, по-моему, психически ледяной. И... Тоже суперэффективная атака, но я выжил. Надо было, наверное, юзать... Мегадрин. Ну, ладно. Еще девятьсот сорок восемь опыта и сорок пятого. Кстати, может быть, бинозавра опыта? Два Райан Кэнди ему. Ладно, пока еще терпим. Так, Джинкс. А вот это уже точно я поменяю. Наверное, на Пиджиотом. Это очень дикий покемон. Просто дико раздражает. И... Таким макаром я... Ай Спунч. Спанч. А... Чуть-чуть не хватило. Ну... Я не самого, конечно, лучшего покемона выбрал. Но я выбрал только ради способности Флай. Потому что все-таки Флай может первый ход игнорировать атаку и нанести много урона. И даже вот как сейчас, мне повезло, я практически убил. То есть, если его убил, я бы уже ничего не потерял. Ну, вот, скажем... Рулетка небольшая была, которую я ничего не проиграл. Лапас. Опасно. 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 Ну... Попробую я вызвать Денозавра. Если он первым ударит... Один... Один с левер, в принципе. Да, он первым ударил. И я смогу очень много ХП высыть. Эм... Немного ХП высыл, пока Денозавр. Ты был... Хорошим помощником. Тут Близзард это... Самая сильная атака. Которая есть ледяная. С не самой высокой точностью. Но... Бьет больным. Очень больным. Лапас, да, отличается тем, что он... Не очень, очень, очень много ХП. Да как так? Такое бывает? Так. Ладно. Можно рискнуть. Блин, это двое... Рискнул называется. Жесть просто. Я забыл. Он же еще заряжается, наверное. Так. Ладно. Еще в паралезе. Отлично. Извел покемона, который в паралезе. Качум. Вот для этого мне нужны оставшиеся шесть... Блин. Близзард 70% точности. Он попал три раза уже. Самое плохое, что я не могу... Я не могу... Я не могу... Я не могу... Вылечиться. Мне надо использовать всякие... Всякую пигню. Всякую пигню. Опять... 70% точности. Ммм... Ну это конечно много. Но это немного, далеко не много. Ну, есть, конечно, какие-то плюсы другие, то что... Так, ну че, я не убью стандарт болта его. Если крита не будет. Вот они читеры, точно. Но не можно юзать супер-поушен, пока у него не стало красное ТП. Это, в принципе, неправильно. А коушен юзается, ну, как бы, до хода, скажем. Ну, короче, он нечестно играет. Плохой. Так, ладно. С горем пополам одного прошли. Ты лучше, чем я думал, иди вперед. Ты только начинаешь познавать силу. Таким он, велики. Хорошо. Так я все трачу. Но у меня денег просто нету. Больше. Чего-то. Ладно, одного хотя бы воскрешу. Оу, каменные покемоны. Вот это уже не так плохо. Так, динозавр у нас первый. В принципе, это нормально. Бой. Я Бруно. Через... Ну и где тип, блин. Короче, через упорные тренировки покемоны могут стать сильнее. Ну, походу, это не каменные типы, это боевые типы. Ахрен, это каменные. Оникс. 53. 53-го Оникса, это не о чем. То есть, динозавр его просто щелкает. С этим проблем не будет. Мне подобный как Лаприс просто не нравится. Дикость какая-то. Там хп просто миллиарды. Защита миллиарды. Еще атакуют. Твымя скилами, которые убивают пол моей команды. Тремя, что ли. Тикачу, вырос. Вырос. Бруно использует хит Манчана. Ну-ка. Надо напомнить себе. Летающие атаки сильны? Да, сильны. Я помню. Психически сильны, точные. И летающие. Вот я под вопросом. Вот. В принципе, если сейчас повезет, то я убиваю всех этих боевых покемонов с одного удара. Нифига не убиваю с одного удара. У нее есть Тандар Пуча, есть Айс Пуча. Ой, это не серьезно вообще. Я сейчас пролезу. Точно, скорость же понизилась. Правильно. Ну, он слабо что-то бьет. Вообще, слабо. Да. Да. Хочу. отлично то что я хотел главное один хоб пропустить о не 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 никакой дабл тим не нужен бак самое плохое это дабл тим когда пьюзаешь в школе попасть и серьезно каким-то простым мега киком просто меня убил ну что это за наглость такая я понимаю что мега кик 150 силы или сколько все же ладно да таких они побольше и может там кого-нибудь гравеллер будет скорее всего будет мочок или мочам последний я даже может быть винозавром и буду браться со следующим что есть всякие лечилки до матча так ладно пусть будет этот лечить сразу строй мега трейн нормально нормально вот так прошу кем макаром я потихонечку его убью о критиков блин он неудачный критик на самом деле сейчас у него красное хп будет нет лично у него желтое хп разница между желтым и красным очень большая на самом деле та разница что при желтом хп вязаются только предметы которые надета типа всяких а когда красное хп в основном лечение ну я имею ввиду ягод кушать которые надеты которые с собой несет как ему а когда красное хп в основном лечение моя работа сделана иди встретиться со следующим соперником моя работа сделана не могу дальше ничего не делать отлично 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 пока идет все хорошо и венозавра может быть стоило кашпить живот но ладно так а это кто у нас такие так это духи блин а вот это очень тяжело это у нас будет пластой и агата аок очень заинтересовался тобой пацан этот старый пердун когда-то был очень симпатичен но это было очень давно сейчас он очень занят этим своим покидесом он ошибается покемоны для битв эш я покажу тебе как настоящий тренер дерется ну вот так тот был настоящий для битв а этот тоже какая-то старушка агата да это блин вот с этими мне будет очень сложно это вот самые apart а Kingdom это в море но у меня практически и cut это кон crimes и вообще просто единственный плюс то что ocean очень сильный в физически супер эффективный серьезно отличный у меня первых не пашет мне повезло три раза подряд ничего не пропало пикачу я называю тебя я не знаю почему земляные атаки вообще не должны ничего наносить бенгару по идее по какой причине они супер эффективны против него я не знаю ладно пока все неплохо одному я там пол кп снял другого убил блас тосик принципе терпимый и нормально бьет мне очень-очень везет просто дико ну как confused raid 50 процентов что себе же все-все получаете опыт молодцы антон хантер чуть соответственно предыдущая форма генгара и послабее я может даже убью его с одного эрквейка почему я вообще могу попадать я не знаю то есть это загадка такая все и сейчас компьютера из пойдет нет да ладно просто везет это и сколько 6 или 7 раз уже подряд под конфузом я попадаю называется блин решил не использовать артвейк но в принципе он не нужен артвейк еще я не хочу тратить эфиры и так далее которые полезны дальнейшем будут может быть на питание шишка лишь полезного нет но экономика на него арбак арбака в принципе тоже наверное это может тащить 58 уровень просто 15 уровней разницы это жесть это жесть там 60 плюс наверно будут у последних последнего чемпиона хорошо что супер эффективный земляная атака против ядовитых по крайней мере в этой версии потому что я не знаю что то что изменить и вот генгар последний дженгар генгар о вот он начинает вот вот так если бы он самого начала был 60 уровня точно подобных быстрее ну чё выживут не живет а ща узнаем если еще прокнет это круто будет то просто супер просто дикое зрение мне бы в этот момент рулетку играть я вот там просто все выиграл бы там 50 процентный шанс у меня как бы 100 причем это было восемь или девять раз 0 6 нет 7-9 и отделался просто испугом здесь ты победил я теперь понимаю что он тебя нашел мне больше нечего тебе сказать беги вперед малыш может заслуженно называть 4 всегда это дракона я не знаю чем их убивать сейчас узнаем ледяные драконии и каменные атаки которых у меня нету нету и нету ну придется только электрическими убивать травяными вообще бесполезно короче это где мой пикачу я слышал обо тебе аж я лидер элитной четверки ты можешь меня звать ланс драконий тренер я знаю что драконы мифические покемоны их сложно поймать и вырастить силы просто невероятно они мужской не убиваем не разрушаем в общем готов ты проиграть твое твой вызов закончится нам на мне ну здесь мы еще не знаем о джарадос да разница в 10 уровня это много но у меня есть качу который очень хорош в некоторых моментах и почему-то он не хорош сейчас вообще на воде просто там же ледяная атака по-любому есть ледяная атака по-любому есть ладно давайте воскресим хорошо это вроде и водяной покемон нет нифига ладно пока есть возможность вылечимся у меня сейчас будет перезарядка то есть у меня есть возможность сейчас будет дабл тим завязать несколько один раз даже два раза этого должно хватить отлично три раза вот этот джарадос мне всегда не нравился но против него электрические атаки в четыре раза сильно это летающий водяной покемон можно сказать единственная может почти которая сильна против него это очень такое хорошее сочетание летающий и водяной очень много слабости убирает нейтрализует и дальше дабл тим да как он попадает ну серьезно что ну что это за бред давай последний все шестой все проверил теперь бой с жизнями не так много атак у прикачу самого у меня есть хороший мега кик например которым я смогу убивать и это мне поможет да нет мы никого не будет менять сразу Polski он это никакого эффекта не дает да так там это ситуация такое вообще при шестом у вороте он спокойно попадает мега кика можно убивать если он конечно будет попадать, но он не всегда падает может мне стоило вместо серфа, хотя нет серф он немного помог аэродактиль по-моему я сейчас не попаду, нет не попаду все кроме каменного по-моему он еще летающий покемон считается просто летающий сейчас ну в случае что-то в нем есть летающего и thunderbolt сильный но он вроде считается каменным да каменный, но все равно, видимо по камню я уже забыл и драгонайт последнее самое серьезное испытание thunderbolt есть ну вот, вот что значит пикачу, который не такой сильный, но с двумя дебафами можно сказать дабл тим у ворот, плюс еще паралич но очень сильно становится сильным но очень сильно становится сильным так, ну что, южа нет? да, да, прошел, все, никакого лечения тебе не будет драгонайт это самое опасное, на самом деле сейчас бы вылечился и по фу 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 хп и было бы очень тяжело ну, элитная четверка пройдена элитная четверка пройдена и дальше нас ждет победитель вроде как я до сих пор не могу поверить, что мои драконы проиграли тебе аж ты теперь чемпион покемон лиги или ты бы мог быть но у тебя ждет еще одно испытание впереди ты должен встретиться со следующим тренером его имя Гарри он победил элитную четверку перед тобой он настоящий чемпион покемон лиги сразимся с Гарри уже в следующий раз долгая битва, наверное, не знаю в общем, тяжелая битва смотрите продолжение в следующий раз всем пока